Сегодня в Хантамансийске состоится финал проекта фэшн-шоу. Модный показ приурочен к Международному дню инвалида. Коллекция одежды с принтами в виде картин известных художников представят профессиональные модели и люди с ограниченными возможностями здоровья. О том, как мода объединяет художественное искусство и инклюзивное творчество, следующий репортаж. Поехали. Фэшн-шоу синтез жанров. Проект объединяет в себе вокал и музыку, дефиле, изобразительное искусство и всевозможные творческие эксперименты. Сейчас в Югра-классик идут последние репетиции. Все движения моделей и танцоров должны быть оточены до секунды. Мы не взяли чистая танго, мы взяли элементы. Получилось стилизованное танго под эстрадный номер. Но это, опять же, задача режиссеров. Они так видят, они нам сказали, и вот мы воплотили этот замысел. Фэшн-шоу – инклюзивный проект. Наряду с профессиональными моделями участвуют люди с особенностями здоровья. Валерия Костырина на подиум выходит вместе с дочками. Дефилирует уже не первый раз. В этом году с показами выступали в Москве, Сургуте, Урае и Нижневартовске. Прошла боязнь большого пространства. Не бояться громкой музыки абсолютно исчезли симптомы, признаки аутичности. Хотя у нас такой диагноз не стоит. Но, что я хочу сказать, более смелые стали, общительные. Это самое главное. В финале шоу представят сразу несколько коллекций одежды. Одна из них в стиле спортшик. С изображениями картин мастеров Сергея Андреяки, Геннадия Райшева и художника с особенностями в здоровье Аркадия Копылова, который и сам выйдет на подиум. Помимо двух премьерных коллекций, вас ждет еще много сюрпризов, о которых мы, конечно же, не расскажем. Поэтому ждем вас сегодня в 19.00 в Большом зале концертно-театрального центра Юрогласик. Будет очень интересно. На этом показе фэшн-шоу продемонстрируют больше ста комплектов одежды. Мероприятие вызвало настоящий ажиотаж. Раскуплены почти все билеты. Тимур Чешков, Александр Шимолин. Вести Югория. Хантамансиск.